друзья мои дорогие доброе утро с вами катя пока еще я вас приветствую из нашего города из кенчану терми для тех кто первый раз попал попали на мои 1 2 3 каналы я хочу представиться я являюсь официальным экскурсоводом рима ватикана и сиены я являюсь журналистом но и как всегда под описать бога под сюжетом в описании будут ссылки на все мои три канала на данной платформе там же будет ссылка на мой телеграм-канал я выпала практически на неделю я рассказывал в своем предыдущем сюжете я не стала его перри снимать перри переопубликовывать на других каналах то есть на главном на самом большом и на маленьком у меня пропал код данька сегодня уже 11 дней очень тяжело это очень очень тяжело я теперь прекрасно понимаю всех вот моих знакомых друзей подписчиков кто пережил подобную вещь все-таки надежда остается у нас потому что никаких нет слухов и доказательств того что кота моего больше нет поэтому мы надеемся разные случаи происходили мне подписчики говорят что кайт наверное не первый раз это у тебя происходило до один раз бегала на две недели к весной но он тогда был не стерилизованный вот потом быстренько мы его стерилизовали после этого ну максимум сутки он мог отсутствовать с котиками здесь соседскими гулять вот и потом возвращался домой а вот так чтобы в такую жару когда котики в дневное время спят из домов не выходят а гуляют только по ночам такое первый раз поэтому это очень очень тяжело я выпала на неделю по этой причине сегодня мы с вами едем в рим не выключается что-то видео камера вот я вам покажу видите у нас товарищи вот они вот так вот в это время все 6 часов утра прохладно ветерком здесь продувают это напротив въезда в город и вот этот вот товарищ он ничего не бездомный у него есть хозяин хозяин вот этого бара вот видите товарищ просто лежит и отдыхает потом пойдет домой и мой приходил он знал когда мама встает рано выезжает так это сиенский автобус и мой приходил дом 5 часов утра чтобы мы с ним завтракали вместе потом он меня провожал потом возвращался домой домочадца спал целый день дома и потом уже перед моим приездом его выпускали знали когда я возвращаюсь выпускали и он меня уже дальше встречал на улице и сейчас этого нет и очень сильно этого не хватает только что было 5 минут теперь он выдает 45 минут опоздания потому что у них сломался какой-то поезд товарищи вы что с ума сошли наверно плохо видно экран короче сейчас уже не 45 40 минут вроде бы они его где-то там починили в ареции вот 10 минут сказали должен быть здесь поезд в общем на данный момент 40 минут опоздания и в общем я договорилась с туристами что мы немножко попозже сегодня начнем на дурдом конечно вообще хочу сказать что люди сейчас на вокзале орали просто орали что очень многие должны ехать на работу огромное количество туристов которые едут на вокзал термини вот смотрите сколько и там должна пересесть на другой какой-то поезд кто-то едет в аэропорт у кого-то самолет но это невозможно не так то есть туда на восток европы на стволы у нас деньги есть а элементарно починить железную дорогу это не могут но все товарищи мы выехали в итоге не 40 а 45 минут опоздания народ злой в поезде практически революция я думаю что контролер день спрячется зашифруется вряд ли он пойдет по вагонам сейчас проверять билеты полнейшее просто безобразие в результате если вот он хотя бы вовремя сейчас придет на термине я начну на 15 минут позже туристам написал они сказали проблем никаких нет что они сами у меня прилетели на сутки с опозданием потому что из еревана они летели через ереван у них самолет из еревана вылетел с опозданием на 14 часов то есть по идее мы должны были проводить экскурсию вчера проводим сегодня вот такие вот у нас времена друзья я все-таки сейчас остановила контролера по моему это невозможно что это за охлаждание такие а он говорит вы знаете что это еще большое счастье что мы едем потому что были очень высокие риски что поезд он как стоял в аренции и так и остался что поломка поломка у локомотива была очень оказывается серьезная и вы могли бы вообще отменить этот поезд вот это к чему же мы докатились это вот такой министр транспорта в Сальвинии недоучка он раньше был министром внутренних дел почему-то они делают эти пироги странные теперь он министр транспорта транспорт вообще не работает так, друзья 9.20 я напротив Колизея ох, успела туристы должны с минуты на минуту подойти мои мои же подписчики Капитолийская площадь дала немножко свободного времени моим туристам вот фонтан Триви здесь сделали мы небольшой перерыв как всегда с туристами с моими и сейчас идем дальше товарищи, помните наши 90-е годы? это прямо рядом с фонтаном Триви вы представляете докатились, а? друзья, мои дорогие находимся в базилике Святого Петра мы Пьеталь либо сострадание работы Микеланджело потом вам покажу я так поняла там они поставили копию что оригинал на реставрации Марио Чао вот вообще я хочу сказать честно, друзья если сейчас приезжать то надо приезжать в Тоскану к нам потому что что касается Рима фонтаны закрыты на реставрацию у нас кроме фонтана Триви фонтан на круглой площади перед пантеоном реставрация площадь Лавона реставрация смотрите, базилика Святого Петра половина на реставрации Пьета Микеланджело копия стоит не оригинал сразу видно что копия копия она робкая вот когда ты сколько лет видишь оригинал то естественно копия она сразу видна копия она бездушная ну вот плюс Балдахин работы Жан-Борен Собернини тоже на реставрацию все одновременно это делается я хочу сказать, конечно все это не по уму все это очень плохо организовано вот значит пришли мы с туристами сейчас платный вход полтора евро я говорю, ну хорошо там полтора евро вы там за каждого заплатили четыре с половиной мне не нужны вот эти машинки они говорят нет все равно вот возьмите эти машинки вот эти вот наушники для людей можете ими не пользоваться носите в руках потому что у нас сегодня их там слишком много поэтому сегодня хочешь не хочешь их надо брать даже если вы ими не будете пользоваться носите их вот так вот в руках ну вот зачем они мне нужны мне их дали обычно обычно оплачиваешь там по полтора евро понятно что это только предлог эти полтора евро чтобы вход за вход взять деньги но по крайней мере не нагружали вот этой вот тяжести но это не тяжесть но все равно сегодня заставили взять в общем не знаю плохо все это организовано через задницу извините самой французской церкви нахожусь и транспорт вот такой сегодня ну в общем и так далее вот мои туристы идем дальше ну это копья заканчиваем потихоньку заканчиваем мои дорогие моя подруга Рафочка меня с днем рождения поздравляет вот дерьмо комплиано Рафа грация грация Друзья мои дорогие вы всегда жаловались что здесь в кафе Сан-Гетро по средам у нас здесь очень и очень шумно вообще каждый день шумно но особенно по средам потому что среда это для готовности святой день по средам проходит папская аудиенция но несмотря на то что сейчас папы Минского его и времени и Ватикана нет потому что июля-август это выходное время но у нас вот сейчас вот эти дни в кафе в Сан-Гетро необыкновенно тихо и людей практически нет вообще удивительная вещь произошла где-то наверное дней десять тому назад Марио которого я вам показала сегодня мой коллега который говорит по-русски и мои подписчики которые постоянно смотрят и смотрят его контент в общем где-то десять дней тому назад вот так вот мы сидели за одним столом у него очень шумно вот коллега и он мы так видели что он себя как-то не очень хорошо чувствовал вот ну и мало ли там жара и переработал и прочее и прочее но получилось так что буквально через два дня ему совсем заплохело настолько заплохело что его отвезли в больницу в Джимиле температура у него была 40 но вы понимаете вот он у нас этот хоккемон объевшийся ложечек и в общем его еле вытащили еле-еле вытащили я хочу сказать такое вещественное что вот поскольку мы с ним обедали вместе на следующий день не в тот день когда мы обедали вместе а на следующий день я тоже как бы почувствовала что мне не очень хорошо но у меня было где-то 37,2 то есть как бы я вот мотоциклеприлитет особенно не ощущаю как бы хотя считаете что он такой самый противный ну дома побыла один денек все потом прошло как будто бы еще не было и потом через несколько дней когда я приехала в РИ мне сказали такую вещь что у нас 80 80 процентов наших коллег экскурсоводов у нас лежит плашмя у нас такого никогда не было чтобы в среду вот смотрите вот эти столы я вам покажу вот они для экскурсоводов и у нас нет никого в это время мы с Рафаэлой посидели с моей подругой с хозяйкой с Петром с хозяйкой дома с Артис она нет она не покемон в общем она меня поздравила с днем рождения я вам говорю честно что я не из категории людей чуть никогда особо не любила эти дни рождения ну то есть к нему даже не то что не любила но всегда как-то индифферентно к ним относилась у меня любимые праздники Рождество Новый Год День Победы День Победы потом Пасха идет ну не дни рождения я к ним очень просто отношусь сейчас я их кстати и забываю ну вот с Рафаэлой мы посидели по аперетиву выпили никого из наших коллег из моих коллег Рафаэла не экскурсоводов она хозяйка Кава Сан-Педро и Донусар здесь никого вообще просто пусто ну два-три человека здесь было сегодня всем плохо просто реально плохо и вот именно тем кто вот эти стулья стулья здесь такие дреночек ну вот кто вот этих вот стулья реально обожрался в свое время в лёжку в лёжку ну и вот сейчас такие разговоры идут да что выборы там у старшего брата намечаются как бы они не задурили следующее вот это ха-ха и нас всех не закрыли кто их знает может они извините пожалуйста был звонок поэтому пришлось прерваться поэтому я хочу сказать что вот уходят такие слухи что чтобы сорвать вот эти самые выборы они как бы начинают там что-то раскидывать вот ха-ха и кто их знает может быть они пользуются в том числе и условиями музея Ватикана это те разговоры которые ходят среди моих колёв вот такая вот вещь ну что я хочу сказать я еду домой потому что отметим сегодня всей семьёй вот дома в домашних условиях ещё раз хочу сказать что дни рождения почему-то от них всегда достаточно индиферентно относилась может быть по той причине потому что у меня день рождения летом там не класс не соберёшь ни группу студенческую не соберёшь а в общем только того кто вот ближе к дому поэтому у меня как бы очень такое спокойное отношение к подобным праздникам но в любом случае думала что сегодня встречу своих коллег никого никого в лёжку просто народ в лёжку вот такие времена будем смотреть будем наблюдать за тем что происходит спасибо большое что смотрите я вас очень люблю и мы с вами увидимся в следующий раз метро закрыто я ничего не понимаю что происходит почему что происходит в этой стране метро закрыто ублюдки как же они надоели грязь жуткая вокруг товарищи это ватикан это район ватикан у них какие-то ремонты я не могу понять что вообще происходит что происходит в этой стране извините за мой французский но это ненормально что вот 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 они больные они просто больные о господи скорее бы до дома добраться это ужас что это за автобусы я стою ловлю такси слушайте если вам кто-нибудь когда-нибудь скажет что эта страна цивилизованная я не знаю что происходит такого никогда не было если вам это скажут не верьте потому что это не может быть цивилизованной страной вот такая разруха вокруг разруха жуткая грязь это столица и закрывают метро когда хотят потому что у них там якобы какой-то блядский ремонт идет к юбилею они готовятся я не могу понять что происходит вот вот я стою ловлю такси для того чтобы сесть на поезд вернуться домой то есть это вот транспортный коллапс который в течение всего дня ну поймаю я это такси или не поймаю я не могу понять что происходит почему значит сальвиния он министр транспорта сука вот я буду говорить именно таким образом ну я остановлю это такси или не остановлю я домой хочу хочу просто выехать из этого города в котором я являюсь официальным экскурсоводом 25 лет либеросня а либеросня который очень сильно здесь все нахваливает ну конечно сидя в Италии на украденные в России деньги наверное вам здесь это сладко а человек как я который здесь работает платит налоги вот я не могу добраться до дома что у меня с утра до вечера вот такая хрень идет ну и куда этот автобус идет он до термини или нет суки у меня просто другого слова сегодня нет у меня сегодня день рождения да все умунку кучи волену но нуну дуэтремусу линия пера дрица реликозы альтременти все Европа хрень мануне по себе он саботаж и медики не функционану и пианалистат си когда цена генте и туристы но инсибири tutti инсибири уна барака и министерия ди траспорта апотария бити уна барака итальяна апотария бити инсибири нехорошо материться а вы как считаете вот целый день вот такой это вот нормально это вот цивилизованное государство да это для либеросни для этих для бельжей которые хрен целый день что не делают для них это да демократия демократическое общество а вот для меня который 27 лет здесь живет и 25 лет работает гидом и платит налоги для меня это трагедия когда вот так к людям относятся я будем надеяться что все-таки поедет кондиционер практически не работает и вам сказать чем здесь воняет здесь воняет туалетом который я думаю они не убирают с того момента как началась жара это реально мне очень жаль что мой телефон он не передает всех этих ароматов европейской демократии выехали дышать абсолютно нечем проходят такие вот европейцы в исходниках этих вот они ходят в ночных рубашках вот напротив у меня девушка такая в застиранной футболочке картроп лизабон вот может им это подходит я не знаю но поэтому я хочу сказать что жара невероятная вонь невероятная ты можешь пользоваться любыми духами даже как бы более-менее с утра прилично одеться но в конце дня в таких условиях ты будешь выглядеть как мода из пруда извините за мой французский уже объявили 40 минут опоздания то есть как бы более-менее поезд выехал вовремя но прибудет пункт назначения на 40 минут позже делайте сами выводы дышать здесь невозможно другого варианта вернуться домой нет туалеты не моют здесь туалета не за что вымыть видимо с того момента как началась жара то есть кондиционер не работает смотрите вот какая кондиция здесь смотрите вот здесь какая грязь давайте я открою вам покажу как это выглядит это демократия называется вот эти сиденья вот такие вот отлично дышать нечем ну в общем час опоздания в результате да ну и денек не хочется думать что у меня такой теперь весь год будет дышать ну до приезда домой остается 20 минут то есть ровно час опоздания я хочу вам сказать это ваше счастье что не передает видеокамера запаха я отсела подальше что туалет находится вот там значит не работает кондиционер я ему говорю дышать нечем абсолютно и трагедия заключается в том что туалет не моют вообще то есть как здесь пахнет потом я сейчас переведу видео там вот ноги видите и это тоже запах но я ужасно хочу пить я думаю что у меня вот эта жажда возникла на фоне на фоне вот этого запаха а я вот приеду первым делом в бар я выпью наверное литр воды потому что мне там уже сто лет пить не хотелось реально жуткая жажда ну и голова начала болеть это именно из-за этой вони страшной которая стоит в вагоне но она там вот сидит она с ума сходит он ей дурно смотрите я вам хочу показать и вот или вырвет ее или не вырвет сейчас все может быть может быть и вырвет но в общем по ее лицу вы многое поняли в общем я быстро пойду пить воду и моя заводка приготовила торт я не знаю наверное я не почувствую даже вкус этого торта пытались несколько раз остановить вот этого контролера он убегает с ним разговаривать бесполезно подъезжаем смотрите вот в барбоне грязь жуткая но вот этот крин с полюциями вот так у них до сих пор вот это висит а элементарно прибрать в поезде не могут все умираю умираю хочу пить так вот такую вот вот такую водилку возьму все сейчас выпью ее за я не знаю вам попадались такие видео где люди жрут на видеокамеру жрут чавкают жрут не попадались мне не нравятся абсолютно вот включаешь когда в соцсети прямо лезут на глаза как жрут потом вы мне напишите комментарии но я не видела как пьют захлеб вот я хочу сейчас проэкспериментировать смотрите сдуреть можно ой ёшкин кот это меня кто-то еще и покусал что ли в поезде ой да прелесть какая прелестная ёшкин кот а вот так вот так 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 здравствуйте это я владимир владимирович сегодня у меня чрезвычайно ответственная миссия я звоню по просьбе ваших детей которые сообщили мне о вашем дне рождения по телефону их слова пронзили меня до глубины души я понял что вы не просто хороший а великий человек великая мама и великая женщина своей теплотой и доброй лаской вы смогли воспитать прекрасных умных и четких детей низкий вам за это поклон крепчайшего вам здоровья и многих лет жизни с днем рождения и и с Продолжение следует...